Запугать россиян террористам не удастся, уверены собравшиеся. Победить невидимого врага, из-за которого погибли так много невинных людей, поможет сплоченность. Россия всегда была на острие борьбы с терроризмом. И сегодня мы все с вами поддерживаем позицию нашего президента, нашего правительства, нашего государства в борьбе с этим злом. Вместе мы сила и будем противостоять терроризму. Жертв террористической атаки в метро Санкт-Петербурга почтили минуты молчания. После к Вечному огню потянулись вереницы неравнодушных к чужому горю горожан. Дмитрий пришел к Вечному огню вместе с сыном. Он хочет научить своего ребенка сострадать окружающим и быть вместе со своим народом в трудную минуту. Увидев нашу силу, увидев наше единение, может быть, они остановятся в конце концов. Ну а детьми надо детям прививать именно любовь к родине, именно любовь, солидарность. Вместе со своими кадетами и студентами на митинг в поддержку жертв теракта в метро пришли преподаватели всех высших учебных заведений и училищ города. Мы против террора. Заявить об этом всем, чтобы все знали, что мы едины в борьбе с терроризмом. Хотим поставить большую жирную точку, чтобы этого зла не было на земле. Напомним, взрыв в метро Санкт-Петербурга 3 апреля унес жизни 14 человек. Еще более 50 пострадали. После теракта многие региональные СМИ писали, в вагоне находился и оренбуржец. Однако впоследствии эта информация не подтвердилась. Прямое отношение к Оренбуржью имеет другой участник событий. Машинист поезда Александр Каверин. Он несколько лет работал учителем в школе Красногвардейского района. Анна Втюрина, Александр Сверидова, Игорь Бероев. Новости дня.